Краснодарский край в цифрах и фактах, чего удалось достичь региону за последние годы в социальной сфере, экономике, спорте. О развитии и перспективах края мы рассказываем в нашей рубрике «Кубань. Формула успеха». Сегодня она посвящена теме детства. Слово моей коллеге Ильине Касабовой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александра Николаевича Ткачева, вице-губернатора Галины Дмитриевны Золиной, в том, чтобы каждый ребенок имел свою семью. И поэтому задача эта решается успешно. Краевая власть материально поддерживает родителей, для которых чужие дети стали своими. Кубанские усыновители получают одно из самых больших в стране единовременных пособий – 300 тысяч рублей. К примеру, эта мера социальной поддержки в соседней области в 10 раз меньше. А при усыновлении ребенка-инвалидов в Краснодарском крае мамам и папам воплачивают 500 тысяч рублей. За последние 6 лет кубанские семьи усыновили 39 детей-инвалидов. Кроме этого, уже 5 лет в крае выплачивают ежемесячное вознаграждение приемным родителям и денежные средства на содержание детей. Причем эта сумма ежегодно индексируется. После того, как мы взяли приемных детей, край регулярно нас поддерживает. И в среднем эта сумма составляет от 16-18 тысяч в зависимости от возраста ребенка. То есть, чем старше ребенок, следовательно, потребности выше. И край это предусматривает, следовательно, и выплата повыше. Краснодарский край сегодня лидер по количеству усыновлений. И мы этим гордимся. Вот мне Калина Дмитриевна написала записку, более уточненную. Я хочу ее зачитать. Через месяц в детских домах края останутся 350 детей. Всего лишь. Опыт региона в вопросах усыновления в стране считают передовым. А так называемый закон Димы Яковлева для Кубани не актуален. В 2013 году лишь один ребенок из 306 усыновленных взят в иностранную семью. В 2013 таких детей было 139. Желающих окружить ребенка теплом на Кубани намного больше. В крае удалось выстроить систему так, чтобы как можно меньше кубанских детей уезжало за пределы страны. Задумались власти и над тем, как снизить подростковую преступность и контролировать безнадзорных детей на улице. В итоге в 2008 году был принят краевой закон 1539, который получил название детский. Поначалу его восприняли неоднозначно. Однако уже через год большая часть жителей края тоже пришла к мнению, что в 22.00 детям пора домой. Согласилась с этим и вся страна. Через год закон был принят на федеральном уровне. Сегодня в крае после 10 вечера на улицах городов и станиц практически не встретишь несовершеннолетних, безвзрослых. А уровень детской преступности и количество правонарушений сократилось в несколько раз. В Краснодаре в одном из первых субъектов был принят закон, так называемый закон о комендантском части. И здесь сразу же в первый год после принятия закона, когда стали спрашивать, а где ваши родители, а почему ребенок находится в клубе, первый же год на 50% снизилось просто количество преступлений против детей, которые совершались вот именно тогда, когда дети находились на улицах, бесконтрольно и безнадзорно. Поэтому Краснодар может показать и лучшие практики, и поделиться опытом. Не забывают власти края о бывших воспитанниках детских домов. Благодаря губернаторской программе «Дети Кубани», которые уже 5 лет действуют в регионе, сироты получают квартиры. Только за последние 3 года свое жилье обрели около 4 тысяч детей-сирот. Жилье возводят на краевые, муниципальные и федеральные средства. Все квартиры сделаны под ключ. За несколько лет программы «Крыша над головой» обрели тысячи кубанцев. Мое жилье, вот именно несъемное, это первое жилье мое. Впечатления очень хорошие, все мне нравится, планировка нравится, комната большая, кухня большая, балконы два, все хорошо. Конечно же, дети-сироты под особым контролем у власти, но не забывают чиновники и про детей, которые живут в семьях. В край открываются дворовые, спортивные площадки, строятся школы, детские сады. Задача, поставленная губернатором к 2016 году ликвидировать очереди в детские сады, уверенно решается. И об этом говорят цифры. В 2009 году в дошкольных учреждениях «Края» было введено 2000 новых мест. В 2010 эта цифра была чуть меньше, 1600. В 2011 выросло почти в два раза и более 4000 детишек пошли в детский сад. В 2012 свои места получили 2300 малышей, а в 2013 цифра стала рекордной. В дошкольных учреждениях «Края» было создано более 13 тысяч новых мест. В нынешнем, в 2014 году планируется создать 12 тысяч новых мест. Еще одна тема, которую власти региона уделяют большое внимание, это отдых и оздоровление детей. Так, за 2013 год в здравницах, лагерях и в походах побывало около полумиллиона юных кубанцев. В прошлом году из консолидированного бюджета «Края» на детскую оздоровительную кампанию было направлено более 3 миллиардов рублей. Только за первый квартал этого года в детских здравницах уже побывало около 10 тысяч детей. Краснодарский край – один из лидеров индустрии детского отдыха в России. Ежегодно в кубанские здравницы приезжают более 700 тысяч школьников со всей страны.